Самый молодой музей Казанского федерального университета имени Лобачевского попал в список номинантов конкурса «Европейский музей года». Всего в этом списке шесть российских институций, из которых две находятся в Республике Татарстан. Уже упомянутый музей имени Лобачевского КФУ и музей археологии дерева в Сывьяшске. Конечно, эти музеи по своим размерам, по своим ведомствам и принадлежностям, они совершенно разные. И для премии «Европейский музейный форум» это не имеет абсолютно никакого значения. Какая ведомственная принадлежность, государственный музей, частный музей, большой он или маленький, это не важно. Важно, как этот музей реализует достаточно сложные, инновационные подходы в своей деятельности. Согласно правилам, претендент на престижную премию «Европейский музей года» может быть либо новой институцией, открытой не более трех лет назад, либо музеем, который за последние три года завершил значительную программу модернизации, расширения, реорганизации или переосмысления. Премия была основана в 1977 году британским журналистом Кеннетом Хадсоном, а также академиком Ричардом Хогардом и Джоном Летсом под эгидой Совета Европы. Она считается самой важной наградой для музеев Европы. Мы подали заявку. В августе этого года к нам приехал эксперт. Это был директор музея почты в Финляндии Кима Антила. Он провел у нас целый день. Его интересовал не только музей Лобачевского. История его создания, коллекция музея, как продолжает музей сейчас развиваться. Должен был приехать так называемый секретный эксперт, которого мы не ожидали, который, ну и мы не знаем, был он или нет, вероятно был, потому что музей Лобачевского стал одним из номинантов этой премии. Премия разработана для поощрения инновационных подходов в музейной деятельности, которые являются значимыми для всего европейского сообщества. Участие в конкурсе позволит привлечь внимание мирового музейного сообщества к университетским музеям КФУ, продемонстрировать опыт создания и развития подобных экспозиций. Церемония вручения премии European Museum of the Year Award состоится на Европейском музейном форуме, который пройдет в Кардихе с 29 апреля по 2 мая 2020 года. Камиль Гемоздинов, Ленардо Валитяров, Универньюз.